Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Коротко об основных темах выпуска. Кровавая трагедия. Силовики ищут убийц, жестоко расправившихся с полицейским Андреем Гоштом и его семьей. Проверка на дорогах. Губернатор Николай Меркушкин проинспектировал строительство развязок в Самаре. Что им снег, что им зной. Непогода не помешала общегородскому субботнику. Теперь официально запасная столица. В Самаре появилась медаль, посвященная подвигу куйбышевцев в годы войны. Как купив билет на поезд, оказаться в опере. Артисты Самарского театра оперы и балета устроили флешмоб на железнодорожном вокзале. Полиция обещает 3 миллиона рублей за сведения об убийцах заместителя начальника штаба областного главка МВД Андрея Гошта и членов его семьи. Кровавая трагедия разыгралась в минувшее воскресенье в частном доме села Ивашевка Сызранского района. Рано утром здесь были найдены тела двух мужчин и четырех женщин. Все погибшие скончались от черепно-мозговых травм, которые были получены от ударов тупыми предметами. Следствие сделало вывод, что нападение произошло, когда семья спала. Все погибшие находились в своих кроватях. Спасти удалось только семилетнюю девочку, племянницу Андрея Гошта. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Николай Меркушкин. Это определенный велосипед, да, общество. В свое время начальник ГУВД очень активно там, Сызрани, Кошт предпринимает меры для борьбы с разного рода вещами, которые тянулись многие-многие годы. Это и врезки в нефтепроводы, в продуктопроводы. Это продажа алкоголя, теневого, паленого, в огромных объемах. Это и добыча песка незаконно, ну и наркотики там же. И он на самом деле в первое время, особенно в первое время, он очень активно этим занимался и натыкался очень, так скажем, ожесточенное сопротивление. У этой следственной группы есть полная уверенность, что они это дело доведут до конца. Андрей Гошт родился в Алтайском крае. В 1991 году закончил Омскую высшую школу милиции по специальности правоведения, получив высшее образование. Сразу после окончания вуза начал нести службу в органах внутренних дел на должности участкового инспектора милиции. В дальнейшем занимал руководящие должности. Гошт неоднократно награждался государственными наградами. Начиная с сентября 2011 года занимал должность начальника управления Организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления МВД России по Тамбовской области. После этого до 2015 года занимал должность начальника МУ МВД Сызранская. Завтра в Сызране объявлен день траура. Такое решение было принято на встречу губернатора Николая Меркушкина с главами Сызрани и Сызранского района. Родственники решили, что похороны пройдут на родине погибших в Омске и Барнауле. Областное правительство окажет поддержку в организации транспортировки тел и их сопровождении. Провода состоятся завтра в 6 утра в Сызранской больнице. Губернатор Николай Меркушкин проверил, как идет строительство развязок в Самаре. Вместе с главой города Олегом Фурсовым и генподрядчиком он объехал ряд объектов дорожного строительства, а также Московское шоссе и улицу Новосадовая. Глава региона высказал ряд замечаний, которые должны будут устраняться по гарантии без привлечения дополнительных бюджетных средств за счет строительных организаций. Реконструкция ведется в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Губернатор обратил внимание подрядчиков на многочисленные жалобы самарцев, которым приходится стоять в пробках, в том числе и за реконструкции развязки Московского и Ракитовского шоссе. Николай Меркушкин поручил министру транспорта Ивану Пивкину совместно со строителями и госавтоинспекцией усовершенствовать схему проезда, чтобы решить проблему заторов. Что же касается улицы Новосадовой, был выявлен ряд дефектов, причины которых определяет сейчас специальная лаборатория. Дефекты, образовавшиеся на некоторых участках дороги Калия. Неправильно расположенные ливневые канализации, которые не выполняют свою функцию. Заниженные на несколько сантиметров бордюр. Есть и другие замечания. Результаты экспертизы будут уже в мае. Почти 80 тысяч самарцев вышли на общегородской субботник. Порядок наводили в парках, скверах и во дворах. Привели в порядок газоны, тротуары, собрали прошлогоднюю листву и мусор. Также произвели пробный пуск 33 городских фонтанов. Подробности у Ларисы Шалафаст. Наводить порядок в городе вышли десятки самарцев. Особенно много людей собралось на набережной. Склон площади Славы приводили в порядок чуть больше часа. И результат сразу заметен. Мы все живем в этом городе. И мы отвечаем за его чистоту. И в принципе за хорошее настроение, которое мы дарим людям. Если будет везде чисто, то человек будет выходить. И сразу у него будет хорошее настроение. В день общегородского субботника набережную украшали молодыми деревьями. Сотрудники нотариальной палаты высадили аллею из 23 саженцев. События приурочили к 150-летию российского нотариата. В акции приняли участие губернатор Николай Меркушкин и глава города Олег Фурсов. В море очень мало каштанов. Мы сажаем. Где? Будем в загородном парке. 28 числа. Каштанов? Да. В день генеральной уборки новые деревья появились и в парках города. Даже сильный дождь не помешал депутатам городской думы высадить в Струковском парке с десяток елей. Хоть погода и прохладная, но специалисты говорят, для роста деревьев это то, что надо. Это уже не первая экологическая акция депутатов. Наводить чистоту народные избранники приходят сюда каждый год. Традиции продолжены. И мне очень хочется призвать всех горожан, чтобы месячникам по благоустройству благоустройство нашего города не закончилось. Чтобы этот процесс продолжался. И мы постоянно смотрели за тем, в каком состоянии находится наш город. В общегородской субботник произведен первый пробный пуск фонтанов. Всего их в городе 33. На техническую подготовку ушло несколько месяцев. Фонтан у бассейна ЦСКА ВВС считается одним из самых сложных. Здесь пять двигателей, почти 300 светильников. В проверке готовности принял участие глава города Олег Фурсов. Пробный пуск прошел успешно. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Итоги общегородского субботника обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Только за один день в городе убрали территорию более 5 миллионов квадратных метров. Объем собранного мусора превысил 8 тысяч кубометров. Такую информацию сообщает департамент городского хозяйства и экологии. Общегородским субботником генеральная уборка города не завершается. Месячник по благоустройству продолжится. Желающие присоединиться к уборке дворов, парков и скверов могут получить необходимый инвентарь в управляющих компаниях. Глава города Олег Фурсов поручил первому заместителю Владимиру Василенко темпы работы по благоустройству не снижать. Мы этим месячником не завершаем работу по благоустройству города. Мы все-таки приближаемся с вами к чемпионату мира 2018 года. Поэтому эту работу, Владимир Андреевич, нужно будет организовать в течение всего периода летнего, осеннего до выпадения снега. И врезка деревьев, и покраска, и восстановление форм, и уборка, так сказать, мусора. Многие инициативные самарцы не только на субботник вышли, но и весь месяц посвятили уборке своих дворов. Не помешали даже дождь и ветер. В промышленном районе парадный вид придали знаковому месту – скверу на улице Георгия Димитрова. Сюда жители по традиции придут 9 мая, чтобы почтить память герою Великой Отечественной войны. Репортаж Марина Кравцовой. 30 имен и трагические даты – 41-й, 42-й, 43-й. Эту стелу установили в промышленном районе Самары 16 лет назад, как символ подвига жителей поселка Яблонька, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Здесь же лежит многотомная книга памяти о 220 тысячах куйбышевцев, павших на полях сражений. Место знаковое для всего района, и потому его приводят в порядок особо тщательно. Наш дом не ограничивается нашей квартирой. Наш город – это тоже наш дом, и мы должны что-то сделать для этого, чтобы он был чище, красивее и приятнее нам будет всем. Два года назад площадку отремонтировали. В прошлом году открыли сквер. Его назвали Яблонька в честь поселка, который был здесь в 80-х годах прошлого века. Ни погода не остудила пыл неравнодушных горожан. Благоустраивать вышли не только парки и скверы. Новые краски в свой двор привнесли жители 33-го дома на Волжском проспекте. Уборку здесь начали еще в конце марта. Осталось самое приятное – высадить новые цветы и деревья. В принципе, мы готовы и в дождь, как видите. Никто не расходимся. Привезли розы, вот сейчас подарим. Мы сделали наш двор зеленым, цветущим. Только осталась побелка бордюров, побелка деревьев. Какого цвета будут розы – сюрприз, который приоткрыться должен к середине лета. Газоны в этом дворе радуют разнообразием. Есть и родные хвойные деревья, и экзотические растения. Все под пристальным контролем председателя Совета МКД. За каждую клумбу назначены ответственные жители того или иного подъезда. Помогать приходят и соседи. У нас очень дружный микрорайон. Мы всегда собираемся на все праздники, на все мероприятия. Помогаем друг другу. Мы делимся всяким посадочным материалом. А двор на Арцебушевской уже в цвету. Ничуть не хуже японской сакуры – усыпанные белыми лепестками абрикосы. На субботники жители добавили еще одну яркую ноту – красно-белые бордюры. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Медаль в память о том, что Куйбышев был запасной столицей, появилась в Самарской области. Такие награды будут вручать в этом году всем ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла. Одним из первых памятный знак оценил герой Советского Союза Владимир Чудайкин. С ним встретилась Мария Анна Мирная. Он согласен на медаль. Герой Советского Союза Владимир Чудайкин внимательно и с почтением рассматривает новый памятный знак. Он посвящен важнейшему событию для Самарской области и всей страны. 75 лет назад решением Верховного Совета СССР столица была перенесена в город Куйбышев. Никто не забыто, ничто не забыто. Поэтому я очень рад держать вот этот памятный знак и благодарен самарскому правительству, которое будет вручаться всем ветеранам Великой Отечественной войны. Почти два года Куйбышев выполнял столичные функции. Здесь были расположены военно-промышленные предприятия, органы военного управления. В полной готовности был и бункер Сталина. Регион производил оружие и боеприпасы. Правительством Самарской области и губернатором Николаем Меркушкиным было принято решение создать символ этого непростого и славного времени – медаль. Над воплощением идеи трудилась большая группа разработчиков. На лицевой стороне медали узнаваемые для каждого самарца, куйбышца в прошлом, символы, которые абсолютно для него понятны. Это, безусловно, штурмовик Л-2. Это театр оперы и балета, где была исполнена первый раз знаменитая ленинградская 7-я симфония Шостаковича. Это шеренга солдат, который марширует в парадном строю вот на том историческом параде памяти. Патриотическую значимость тех лет, когда Куйбышев был запасной столицей, трудно переоценить. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Кто-то бился на поле боя, кто-то ковал победу в тылу. На медали отражены подвиги всех, кто боролся с фашистами. Цвет ленты практически повторяет цвет ленты медали за доблестный труд в годы войны. И в то же время полосы георгиевской ленты оранжевые, которые говорят о доблестной службе наших военнослужащих. Сто тысяч памятных знаков уже изготовлено. Их получат ветераны, участники боевых действий, труженики тыла. Первые медали торжественно вручат 9 мая. Остальные награды найдут своих героев до 7 ноября. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Транспорт, благоустройство и образование – вопросы, которые волнуют жителей Советского района. Их самарцы смогли задать лично мэру. Это была уже шестая встреча, прошедшая в таком формате. И не последняя. Разговор о самом важном записала Марина Матвейшина. В Самаре появится новый автобусный маршрут по улице Дыбенко. Эту новость сообщил мэр Самары Олег Фурсов на встрече с жителями Советского района. После того, как на Дыбенко открылся крупный торговый центр и отделение пенсионного фонда, самарцы обратились в администрацию города. Пустить по улице муниципальный автобус. Но общественный транспорт не может начать там курсировать до тех пор, пока дорогу не приведут в порядок. Ремонт начнется в ближайшие дни. До 1 сентября дорога там будет выполнена, и вы получите остановочный павильон и тротуары. Ходить по тротуарам хотят и жители домов по улице Георгия Райтнера. Сейчас вместо них только натоптанные тропинки вдоль проезжей части. И это единственный путь к находящимся здесь поликлинике и школе. Кроме того, на пересечении с улицей Карла Маркса нет пешеходного перехода. Подойти в дождь и в межсезонье просто невозможно в связи с отсутствием каких-либо дорог с жестким покрытием. Там идут дети и все остальное. У нас просто отсутствует ливневая канализация, потому что там стоит большая лужа, и все дети чуть ли не в сапогах должны туда идти. Мэр дает поручение своим подчиненным проверить ливневую канализацию, а там, где ее нет, организовать откачку лужи бойлерными машинами и усовершенствовать организацию дорожного движения. Если можно изменить движение транспорта, предложение подготовим, с ГАИ согласуем. Я думаю, что организуем несколько иначе все. И по тротуару, значит, тоже надо взять работу, Вячеслав Сергеевич. Если не позволяет через солянку, как вы говорите, давайте грануля там отсыпем. Вот мы это делали. Два года прослужит, а там, может быть, подойдем уже к нормальному тротуару. Просто уровень поднимем, чтобы нормальная была пешеходная дорожка. Волнуют жителей не только вопросы благоустройства, но и досуг детей. В лицее созвездия ученики занимаются робототехникой. Но, говорят преподаватели, чтобы развивать это перспективное направление, не хватает места. На территории лицея у нас есть отдельно стоящее здание, которое можно было бы переоборудовать и отремонтировать, где могли бы заниматься дети не только нашего лицея, но и школьники всего советского района. Мы выделили дополнительные средства, 400 тысяч на оборудование этому учреждению. Что касается вот этого здания, то сейчас ресурсный центр рассматривает и готовит смету для того, чтобы посмотреть, какие это затраты, во сколько это обойдется. Часть своих личных денег готов нести самарец Роман Панюков в строительство спортивной площадки вблизи 66-й школы. Я выступил с инициативой привезти эту территорию, там 80 соток земли, благоустроить ее, построить спортивное сооружение. В настоящий момент я четкого ответа от властей не получил. И хотелось бы вместе с вами объединить наши усилия и провести этот участок в порядок. Участок земли был оформлен в пользование школы только в этом году, поясняют в департаменте образования. После этого губернатору направили письмо из Минспорта с просьбой выделить деньги на обустройство площадки. Наталья Владимировна, мне смета нужна тогда по этой площадке. Давайте отдельное письмо губернатору за моей подписью, я готов локально переговорить по этой площадке. Встреча с жителями длилась около трех часов. Все вопросы самарцев взяты на особый контроль. И те, что заданы лично мэру, и те, что оставлены в мобильных приемных. Следующая встреча пройдет уже сегодня вечером в Кировском районе. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. И вновь лицом к лицу с избирателями в Самаре состоялся еще один раунд дебатов участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Тема дискуссии звучала многозначительно. Сбережение нации, образование, здравоохранение, социальная политика. Всенародные праймерис по отбору кандидатов в депутаты состоятся 22 мая. До этого времени участникам дебатов предстоит озвучить свои предложения и идеи, чтобы отстаивать интересы региона в законодательном собрании страны. От итогов дебатов во много может зависеть, какой выбор сделают жители региона на предварительном голосовании. Эти предварительные голосования – это соревнования идей должно быть. И, естественно, личностей, которые за ними стоят. И поэтому, на самом деле, такой отсев очень важен, потому что даже если человек не проходит, его идеи потом консолидируются и берут в программу. И это, безусловно, важно и нужно. Покупая билет на поезд, можно случайно оказаться в опере. В честь дня рождения Самарского театра оперы и балета его артисты устроили необычный флешмоб на железнодорожном вокзале. Исполнили фрагмент из оперы «Сивильский цирюльник». Как это было, расскажет Марина Матвейшина. Музыкант на железнодорожном вокзале никого не удивляет. Но чарующие звуки скрипки привлекают посетителей вокзала. Случайных зрителей становится все больше. И в этот момент начинается нечто уж совсем невероятное. Пение привлекает и самых сонных посетителей из зала ожиданий, и самых маленьких. Малыши наслаждаются внезапным праздником, а взрослые стараются сохранить в памяти своих телефонов кусочек волшебства. За несколько минут вокзал превращается в оперную сцену. Сюрприз посетителям вокзала решили устроить артисты Самарского театра оперы и балеты в честь 85-летнего юбилея театра. Для флешмоба выбрали одну из лучших комических опер – «Сивильский цирюльник». Неожиданно, потому что мы же не репетировали здесь. Ну, нормально. Здесь невозможно было репетировать, потому что все время здесь народ. И, в общем-то, должно было быть неожиданно. Тот случай, когда не только зритель может прийти к нам, сесть в зал и посмотреть спектакль, но и часть спектакля, его фрагмент может прийти к зрителям внезапно в совершенно неожиданное место. Сюрприз оценили и случайные зрители. Идея замечательная. Во-первых, просвещаются люди. А во-вторых, для людей это неожиданность. Они готовы послушать. Такое… Ну, очень здорово. И сами работники вокзала. Для нас это очень приятно, это все действие. Это служит для того, чтобы привлечь на вокзал и пассажир, и наша работа сделать намного приятнее. Через секунду после того, как все стихло, артисты смешались с толпой. И вокзал зажил своей обычной жизнью. Но ощущение чуда осталось. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События. Самара театральная еще раз подтверждает свое звание. В области проходит фестиваль «Волжские театральные сезоны». В столице региона лучшие театры страны дадут спектакли на самый взыскательный вкус. Но все объединяет общая тема – русская и зарубежная классика. Подробности в нашем сюжете. Тройка, семерка, туз и дама. Сюжет пушкинской пиковой дамы на этот раз воплощен в танцы. Главные идеи повести отражены обобщенно, как конфликт добра и зла, любви и страсти. Балет «Дама-пик» открывает третий всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Фестиваль всеобъемлющий. Фестиваль охватывает все жанры театрального искусства, что редкость для региональных фестивалей. В этом плане наш фестиваль уникален. У нас и оперное искусство, и балет, и драматический театр, и театр кукол. Ну, своего рода такая мини-золотая маска. География фестиваля очень обширна. Она охватывает спектакли театров регионов от Новосибирска до Питера. Гостями фестиваля будут более 600 человек. Помимо праздника для самарской публики, это еще и конкурс для артистов. Каждый день спектакли будут обсуждать ведущие театральные критики страны. Фестивальный драйв, как говорят артисты, уже охватил всех его участников. Драматический театр выставил спектакль «Варвары», где я играю Цыганова. Вот тут, я могу вам сказать, у меня уже настоящий драйв. Потому что я действительно стал тоже волноваться, несмотря на то, что спектакль идет уже два года, как бы он проверен. Нет ничего подобного. На фестивальной неделе дадут 16 спектаклей. Шесть из них представят театры Самарской области, десять – театры других регионов. Лауреаты получат статуэтку и дипломы. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. Время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Рукопашный бой. Боевое искусство становится спортом. Крылья Советов расправили крылья в Премьер-лиге. Футбольные Крылья Советов продолжают беспроигрышную серию. Из четырех матчей на этот раз клуб заработал ничью на Металлурге с Уралом из Екатеринбурга. Счет открыли гости уже на 12-й минуте первого тайма. Отличился Сапета. Ответный гол Крылья оформили за 12 минут до конца встречи. Главой сыграл Родич. 1-1. Самарцы закрепились на 10-м месте в Премьер-лиге. Лидер Ростов. Следующий поединок Крылья Советов проведут 1 мая в Грозном с местным Тереком. В поселке Рощинский прошло первенство по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерала Александра Баранова. В соревнованиях приняли участие даже семилетние бойцы. Я считаю, что не только этот вид спорта, а подобные виды спорта должны регулярно проводиться везде. Задача такой, чтобы охватить как можно больше молодежи, которая была бы воспитана в таком духе, как сегодня в этом гарнизоне. Рукопашный бой разработан в Советском Союзе специально для армии в 1979 году. Его авторы – энтузиасты из воздушно-десантных войск, спецназа и других особых подразделений. Поэтому этот вид спорта – хорошее подспорье для тех, кто решил пойти служить в армию. Папа сказал, давай попробуем, я сказал да. Мне нравится биться, выходить. Сегодня соревнования по рукопашному бою переживают второе рождение. И армейский рукопашный бой, долгое время считавшийся закрытым спортом только для военных, становится доступным для всех желающих. Армейский рукопашный бой – такое универсальное спортивное соревнование, которое позволяет проявить быстроту, ловкость, умение, напор, умение участвовать в соревнованиях, ну и стараться победить. Наверное, это очень важно для молодых людей, которые будут будущими защитниками нашего отечества. В ближайшее время победителей первенства и просто хороших бойцов ждут новые соревнования. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы! И занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова